С древнейших времен Человек мечтал взмыть к небу словно птица Веками, годами люди стремились покорить небо С его умом и изобретательностью Человек все-таки смог завоевать этот воздушный океан Мы находимся в южном микрорайоне На территории аэродрома, на взлетной полосе Многие кузнечане помнят, что здесь располагалась база Сызранского вертолетного училища И все помнят, как над небом Кузнецка очень часто летали вертолеты Затем базу расформировали И вот уже несколько десятилетий аэродром не используется Но сегодня нам хотелось бы рассказать историю создания этого аэродрома И вспомнить о тех людях, которые посвятили себя небу и Отечеству И эта история отбрасывает нас на 80 лет назад 1941 год Год, когда началась страшная кровопролитная война Кузнецку требовалась защита от бомбардировок А военно-воздушные силы нуждались в площадках базирования и новых учебных центрах Поэтому уже 1 августа 1941 года На территории области началось строительство 15 оперативных и двух капитальных аэродромов Рядом с Кузнецком и в поселке Миртовщина Ныне это село Сосновка Выделяемые для этого сроки были беспретендентно сжатыми По рассказам местных жителей Аэродром в поселке Миртовщина был построен всего за одни сутки Это конечно легенда, но основана она на реалиях жизни Аэродромы строили ударными темпами Строительство шло в основном вручную Так как доставить необходимую технику вовремя просто не успели Половина бетономешалок поступила уже к окончанию работ На стройках работало местное население на сдельных условиях А также работали военнослужащие и заключенные ГУЛАГа Построенные аэродромы внесли свой вклад в победу Они являлись базами для авиационных частей Промежуточными аэродромами для самолетов, которые перегоняли на фронт Здесь занимались обучением и переподготовкой военных летчиков Во время войны в городе Кузнецке формировалось несколько авиаполков Уже в июле 41 года началось комплектование 13-го запасного авиационного полка Он осуществлял подготовку маршевых полков и отдельных экипажей на самолетах типа ЯК На основе этого полка было сформировано 38 авиаполков, 8 эскадрильей и 742 отделения экипажа Первым командиром 13-го ЗИАПа стал капитан Солопов Иван Тихонович Затем его сменил майор Лагутин Петр Иванович И уже в июле 42-го года командиром стал майор, впоследствии подполковник Крикун Григорий Михайлович Полк находился в Кузнецке до сентября 44-го года Потом был переведен в город Бобруйск И уже после войны в августе 45-го года полк был расформирован Еще один, 897-й истребительный авиационный полк, который формировался в Кузнецке Летчики полка также накапливали здесь знания и приобретали летный опыт А потом на фронте, выполняя задания командования, они проявляли мужество и героизм В боях с немецко-фашистскими захватчиками Шестерым летчиком этого полка было присвоено звание Героев Советского Союза И среди них был капитан Каравай Павел Петрович Золотую звезду он получил уже после победы, в августе 1945 года Но сегодня хотелось бы вспомнить такой факт Именно эскадрилья 897-го истребительного авиационного полка, в которой служил Павел Петрович Каравай Стала прообразом поющей эскадрильи в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики» По словам Каравая, в боях под Сталинградом летчики эскадрильи сплотились, приобрели опыт и запели С песней было легче побеждать С Леонидом Быковым Павел Петрович Каравай познакомился на рыбалке, так как жили они кусотел Быков в подробностях расспрашивал о жизни эскадрильи Его интересовали характеры летчиков и то, как они проявлялись на войне С линии, по словам Каравая, все правда И типажи его товарищей очень узнаваемы Хоть война и осталась где-то в мае далекого 1945-го Однако целое поколение нашей страны воспитывались на примере подвигов летчиков-асов Великой Отечественной Ими восхищались С них брали пример многие мальчишки Они вызывали страх и уважение у врага Летчики Великой Отечественной не просто асы, они герои Несколько лет назад в городе появился еще один мемориал в честь героя Великой Отечественной войны Имя летчика Владимира Тарасовича Кулагина увековечено на плите на здании учебного заведения, которое упоминается в его биографии Этому зданию, которое находится на улице Белинского более ста лет Из стен этого училища, где готовили много лет слесарей, токарей и рабочих других специальностей Вышло множество замечательных людей И один из них Летчик-истребитель Владимир Тарасович Кулагин В 1941 году, в самом начале войны, Кулагин совершил два тарана За что был представлен в высшей правительственной награде к званию Героя Советского Союза Но, к сожалению, это звание он не получил За свой самоотверженный подвиг Кулагин был награжден Орденом Ленина и Орденом Красной Звезды Такие летчики-истребители, как Кулагин, сделали самое главное в трудное время В начале Великой Отечественной войны Они защитили, заслонили с собой небо нашей Родины И с таких летчиков наши современники берут пример Более 25 лет отдал авиации еще один наш земляк Летчик-истребитель Гвардии-полковник Однополчанин Алексея Моресьева Анатолий Васильевич Зазаев Он совершил 280 боевых вылетов За боевые заслуги отважный сокол отчизны Награжден четырьмя орденами Боевого Красного Знамени Орденом Александра Невского и многими медалями Все его награды бережно хранятся в Музее Воинской Славы Ветеран войны щедро делился воспоминаниями о воздушных боях с молодежью Был частый гость на призывном участке горвоенкомата Бывший летчик-истребитель рассказывал Как в одном из воздушных боев Его однополчанин Алексей Моресьев Сбил фашистского транспортника Попытавшегося выскользнуть из огневой мясорубки Тяжелая была схватка А когда Моресьева сбили То до самой земли его подбитый самолет Прикрывал именно Зазаев Он сам видел Как врезалась машина в лес И сердце защемило болью по погибшему товарищу И какую же радость испытал гвардии капитан Зазаев Когда позднее узнал, что его Моресьев воскрес И снова схватки Бои Он сбивал Его сбивали Менялись части, фронты Он побывал под Ленинградом, охраняя дорогу жизни над Ладогой Бил врага над фашистской Германией Закончил войну в небе Берлина Анатолий Васильевич Зазаев после войны вернулся в родной город Кузнецк И работал на руководящей должности в организациях ДОСАВ И именно его работа была непосредственно связана с аэродромом В 1975 году Анатолий Васильевич был одним из трех ветеранов Которым было поручено почетное право Во время торжественной церемонии открытия мемориального комплекса Холмславы Снять покрывало с монумента трех солдат А рядом с Зазаевым, рука об руку, был еще один боевой летчик, который выполнял ту же миссию Это был Анатолий Александрович Головин Летчики, гвардейцы, герои Хотя Анатолий Александрович Головин героем себя не считал Он был очень скромным человеком и говорил о себе так Воевал, как и все, может быть и меньше, чем другие Подвигов не совершал Фашистских стервятников сбил мало До Берлина не дошел и звезд с неба не хватал Так кто же такой летчик Головин? Он пришел в армию добровольцем незадолго до Великой Отечественной войны Явился по зову сердца До начала войны сумел отлично окончить военную школу летчиков И, будучи уже офицером-инструктором по летному делу Выпустил в летную жизнь один отряд курсантов В общей сложности Головин сделал 147 боевых вылетов Немногим летчикам удавалось достигнуть такого результата И вот в одном из боев под Орлом он спас самолет командира эскадрильи После боя командир полка вызвал к себе Головина и торжественно объявил За проявленный героизм и отвагу он будет представлен к званию Герой Советского Союза Но несчастье неожиданно свалилось на голову Анатолия Александровича 6 августа 1943 года его самолет был сбит И он упал вместе с горящим самолетом на Орловскую землю Ту землю, которую он так самоотверженно защищал Сильно обгорел, потерял сознание И в таком состоянии попал в плен Первые дни плена он больше всего мучился И страдал не от страшных гноящихся ран А от сознания, что он в плену Замечательные русские люди, разделившие с ним его судьбу Помогали ему выжить Еще не все потеряно, слышал он от них не один раз Надо жить для борьбы, для будущего И Анатолий Александрович выжил Как только поправился, он задумал бежать Первый побег оказался неудачным Он был пойман и посажен в люкинвальский лагерь Вторичный побег тоже не принес успеха И только в апреле 45-го года он вернулся на родную землю Но в условиях того времени был принят незаслуженно отчужденно В экспозиции музея на посетителей смотрит Летчик-герой Анатолий Александрович Головин А под фотографией небольшая надпись Летчик-инструктор Головин Прошел Курскую битву Был в плену Прошел пять концлагерей После войны Анатолий Александрович Головин Также приехал на родную землю Но не любил Вспоминать и рассказывать о войне Он продолжал трудовую деятельность в рядах ВВС Беспоказной и пафосной бравады В смертельный отправлялись вывояж И самой дорогой тогда наградой Была звезда на теплый фюзеляж Все мы знаем, что звезды на фюзеляже самолетов Это был символ победы над противником И самолеты летчиков-асов Были сразу видны в небе Из истории мы знаем, что Самые результативные советские летчики-истребители Времен Великой Отечественной войны Были Кожедуб и Покрышкин А вот имя третьего По результативности летчика времен войны Известно далеко не всем Но именно имя Этого самого эффективного аса Великой Отечественной войны Дважды героя Советского Союза Николая Гулаева Связано с нашим аэродромом С Кузнецкой землей Здесь базировался 27-й Истребительный авиационный полк В котором и служил Николай Гулаев Историки называют его лучшим снайпером Летчиком времен Великой Отечественной войны До дотошности подсчитали Что за свои 57 лично сбитых самолета Гулаев потратил на это 69 воздушных схваток Он не боялся рисковать собой И был похож скорее Не на воздушного Кутузова А на стенку Разина Который завоевал Боевой истребитель Сталинград, город, где прошли Курсантские годы Николая, лежал в руинах Он не находил себе места Ночью 3 августа 1942 года Авиаполк подняли на перехват Немецких бомбардировщиков Младший лейтенант Гулаев С завистью наблюдал, как более опытные Летчики поднимаются в воздух У него допуска к ночным полетам не было А техник сидит и подыграл над ним И говорит, слушай, ну ты что-то сидишь Вот самолет готов, садите, лети И этот глупый мальчик Сел в самолет и улетел Николай направил свою машину На первый же встреченный Вражеский Хенкель 111 Тот начал уходить Тогда Гулаев сорвался в штопор И очутившись под фюзеляжем Хенкеля Открыл огонь снизу Правый мотор немецкого бомбардировщика Загорелся Он перешел в отвесное пикирование И при падении на землю взорвался А Гулаев впервые за свою летную службу Посадил самолет ночью За вылет без разрешения Младший лейтенант Гулаев получил нагоняй А за сбитой бомбардировщика Ему объявили благодарность И повысили в звании Гулаев был смел и решителен Часто приходил на выручку Своим товарищам В нем буквально чувствовался Азарт охотника И главное при этом Он всегда добивался Поразительных результатов Весной и летом 1943 года На белгородском направлении 27-й истребительный полк 205-й авиадивизии Успешно прикрывал наземные войска И тыловые объекты Гулаев, окрыленный признанием Своего летного мастерства Нередко терял голову Увлекаясь И 14 мая 1943 года После успешного тарана Оказался на краю гибели Сбив один юнкерс И протаранив второй Гулаев смог выпрыгнуть Из самолета И летел к земле Перебитый немецкой пулей Трос от парашюта Не оставил никакой надежды На спасение Летчик прощался с жизнью Но вдруг пальцы нащупали Крохотный обрывок Что это? Неужели трос? Николай дернул, что было сил И над головой раскрылся Спасительный купол Через три часа Гулаев был в своей части Обрадованные чудесным спасением Летчика Друзья ему чуть не сломали шею Когда подкидывали в воздух И душили в объятиях А еще через несколько часов Он вновь кричал своему ведомому В микрофон Прикрой, атакую Был очень смелый Он ничего не боялся Я говорю Ну страшно же было все-таки Ты можешь подняться И упасть И все, погиб Ну и вот в этот момент Никогда такого не ходило в голову В голове была только одна Цела Поймать и сбить У него были дни Когда он по четыре самолета сбивал 30 мая 44-го Пять самолетов в один день Ну это вообще какой-то Зашкаливающий результат Я бы сказал 5 июля 1943 года В первый день битвы на Курской дуге Гулаев шесть раз вылетал на боевые задания Ведомая им группа истребителей Уничтожила 16 вражеских машин Сам Николай за один день сбил сразу четыре Два Юнкерса и два Мессершмита Только за июль 1943-го Его счет пополнили Десять личных побед И две в группе Во всех боевых характеристиках Которые удалось найти в архивах Указывается, что Николай Дмитриевич Стремился всегда Выполнить боевую задачу Касалось ли это разведки Либо это прикрытие Либо это перехват Воздушных целей Он всегда добивался Выполнения Боевой задачи В сентябре 1943 года Старший лейтенант Гулаев Был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза Он никогда не хвалился Он никогда не бил себя в грудь Что да я такой Да я вот это то Да я это Да я им гадом показывал Понимаете Он скромен был Беспредельно Когда его просили даже А как это у вас так получалось Он говорит Ну, хорошая техника была В боевых характеристиках И наградных листах Писали, что Гулаев Среди летного состава Вызывает боевой задор И вдохновляет на подвиги Это был летчик-самородок Он никогда не мандражировал И его внезапные атаки Всегда вызывали панику у противника Тактика Гулаева строилась на внезапной атаке Он предпочитал сбивать с первого раза При встрече с любым по численности врагом Николай нападал стремительно и навязывал воздушный бой Обрушивая на противника всю мощь огня Интуитивно предугадывая и упреждая действия противника Умело маневрировал, метко стрелял Даже с длинной дистанции Другое достижение Гулаева Видно, навсегда останется незыблемым 42 победы В 42 боях По словам сослуживцев Этих побед было бы гораздо больше Он раздаривал свои звезды Своим товарищам-сослуживцам Дети которых голодали в тылу Ведь в то время За звезды Очень хорошо платили Как командир Гулаев учил молодых летчиков Личным примером Обычно вспыльчивый и резкий С подчиненными Николай преображался Терпеливо объясняя ошибки Летчики любили с ним летать на задании Знали, боевая дружба и взаимовыручка Для него дороже жизни Мне папа говорил, что когда мы вылетали Я вот собью самолет, там два Один обязательно ведомого Ведомого его прикрывал Тот сбивает, этот его прикрывает Несправедливо, значит, он отдавал самому ведомому сбитый самолет Еще один забавный случай связан с внешностью Гулаева Однажды ему удалось сбить гитлеровский самолет-разведчик Пилотировал который гитлеровский полковник, кавалер четырех железных крестов Немец сказал, что я хочу увидеть летчика Который прекратил его блистательную карьеру И смог сбить его И когда Гулаев пришел на встречу с немцем Тот был шокирован Он рассчитывал увидеть статного молодого человека Буквально русского медведя А перед ним оказался небольшого роста Молоденький паренек Да еще чуть полноватый капитан Гулаев Кстати, в полку у него было прозвище Забавное, Колобок Немец был просто потрясен Но он протянул Гулаеву руку На что Гулаев сказал Слишком много чести для фашиста Повернулся и ушел 9 сентября 1944 года Капитану Гулаеву в Кремле вручили Вторую звезду Героя Советского Союза За 32 личные победы Однако к моменту награждения На счету Гулаева было уже 60 сбитых самолетов 57 лично, 3 в группе Великая Отечественная война Оставила в наших сердцах И память о невероятных людях И гордость за подвиг народа Сложенный из преодолений Самопожертвования И бесконечной дороги к победе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok